Маргарита, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об идее фестиваля. Вы знаете, идея фестиваля, она родилась как таковая не у меня, а родилась эта идея у родителей, детей, которых мы называем с безграничными возможностями. Люди с ограничными возможностями могут принять участие как режиссеры и операторы, как танцоры, как певцы, как авторы, исполнители. То, что вы сегодня и увидите на нашем фестивале. Но, как правило, мы фестиваль украшаем картинами детей с различными заболеваниями, мы даем им возможность. Вот сегодня мы такого не делаем, а когда проводится кинофестиваль, как правило, стены украшены картинами деток. Получается даже какой-то синтез разных искусств. Арт символизирует артистизм, изо – изобразительное искусство, фестиваль – это фестиваль. По сути, это помочь, помочь детям, чтобы они не чувствовали себя почему-то ограниченными, дать им возможность творчества. Безусловно, помочь, показать их миру, помочь им себя показать миру, дать возможность этим детям заявить о себе. И не всегда мы смотрим, попал ребенок во все ноты, не во все. Главное, чтобы была харизма, главное, чтобы было желание творить, расти в своем творчестве, а остальное все приложится. Сегодня дети приехали, первый, второй, третий класс. Я считаю, это совершенно маленькие, абсолютно детки с ограниченными возможностями. И мы решили в этом году не выделять, кто лучше спел, кто лучше станцевал. В этом году у нас будут дипломы лауреатов. Все будут одинаково равны. Еще такой вопрос. А как получилось так, что именно на одной сцене и артисты выступают, и детишки с ограниченными возможностями вместе, что они друг другу учатся? Как вот так получилось? Ну, вот такова концепция нашего фестиваля. Вы знаете, когда я начинала этот фестиваль, организовывала, дала клич в интернете, и, на мое удивление, многие звезды, заслуженные народные артисты откликнулись. Люди приходят, выступают бесплатно, бескорыстно, не за гонорар. Вы сегодня увидите Николаю Ван Дурин с нами пять лет. Он ведет этот фестиваль ежегодно. Многие народные артисты приезжают. В этом году много новых артистов, которые приехали поддержать деток с ограниченными возможностями. Так что сегодня на одной сцене просто сплошняком будет интересный очень концерт. Это будут дети с ограниченными возможностями, это будут здоровые. И в конце, как правило, у нас выходят звезды поддержать своими песнями, своим творчеством. Весь этот фестиваль, все это наше доброе начинание. А как фестиваль стал международным? Международным он стал, потому что к нам стали поступать заявки из стран дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. В основном приезжают на фестиваль русскоязычное, русскоговорящее население с удовольствием приезжают, выступают. У нас в прошлом году была девочка из Индии, приезжала, но она такая наполовину. И много других интересных людей разных национальностей. Вы знаете, тем более, что сейчас такая тенденция по указу президента делать творческие вечера, делать концерты, фестивали, которые укрепляют этноотношения. Пусть люди поют, танцуют, чем воюют. То есть пропаганда добра, в общем? Конечно. А вот что вы ждете именно от этого фестиваля? Есть какие-то сюрпризы и вообще какие-то ожидания? Знаете, от этого фестиваля больше всего я жду, что те дети, которые приняли участие в этом фестивале, рано или поздно станут звездами. И если это случится, для меня, конечно, это самое большое будет счастье. Маргарита, вот у меня создалось такое впечатление, что вот что-то есть такое у вас материнское к этим детям, к своему проекту, вот что это как ваше детище такое. И вы вот это вкладываете в всю энергию. Ну вот откуда вы берете энергию и как это вот все вот у вас сочетается? Я скажу просто на это. Знаете, написано в Святом Писании. «Невозможно взять крест и понести его, если он не от Бога». Действительно, это мое детище, это мой проект. Все дети, я их обожаю. Я сначала их всех обниму, расцелую, приласкаю. После этого они у нас идут на сцену. Не боятся, не плачут. Незамечательно стоят на сцене, рядом со звездами выступают. И в течение года у нас проходят отборочные туры на различных площадках престижных. Нам рестораны дают, детям обед, ужин. Приезжают звезды поддержать. И мы их просматриваем. Те, кто не может приехать, по интернету. И для галоконцерта выбираем самых лучших. Но в течение года дети все равно уходят с грамотами, с подарками, с доброжелательными публикациями в прессе и с большим вниманием артистов и звезд к этим детям. Все остаются довольны. У нас есть одно негласное правило. И такое случается каждый год. На эту сцену, кто не прошел, скажем так, отборочный тур, они все равно имеют право выйти и спеть не в ноты. За это я, конечно, по интернету получаю много рицаний, что это у вас тут такое. Но на самом деле не могу запретить. Были такие случаи. Дети выбегают, поют, пляшут. У нас все разрешено. То есть, по сути, это праздник для детей? Праздник детства. Артисты мои все называют, которые с этим фестивалем, говорят, ну, наконец-то, праздник детства состоится. Ура! Едем! По сути, такое чистое добро. Наверное, да. Люди, которые участвуют, они помогают бескорыстно, потому что ведь не получают ни денег. Нет. Нет. Вы сегодня увидите, все народные заслуженные артисты приехали из добрых побуждений, из хорошего отношения к этому фестивалю. И сейчас, если вы будете брать интервью у Николая Бандурина, у Валерия Ярушина, у Абнера Вереса и многих других, то вы поймете, что люди едут исключительно из-за атмосферы. Здесь очень теплая, очень дружественная, доброжелательная атмосфера, домашняя. И вот у меня возникла такая мысль, что, получается, это ваше предназначение создать такой праздник добра, и, по сути, который будет как-то расширяться, да? Постепенно он уже расширяется, он сам растет, как цветок. Хотелось бы. Фестиваль набирает обороты. В этом году фестивалю на следующий год будет 5 юбилей, но набирает обороты, обрастает людьми, детьми, идеями, помощниками, спонсорами, как снежный код. Мы вам желаем удачи, чтобы все дальше росло, развивалось, и праздник был. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за интервью.